Орлики, здорово! С вами сегодня снова очищенный, оголенный Евген с чистой головой, который играет в клоунаду, ой, то есть клонад. Сегодня часовая серия, Евген, походу, такими тэпами никогда не наверстает то, что уже должен был наверстать. Я просто, я думаю, что сегодня будет на моей голове. Сегодня на ней будут ушки. Да, ушки, ушки, хуюшки. Орлики, бей! Если сейчас не выйдешь, то опоздаешь. Слушайте, а если я сейчас не выйду за Дакиматутро, я опоздаю? Просто я вчера как бы выходил, но в пятерочку я не зашел, потому что, ну, что-то я не захотел идти в пятерочку. В общем, подожди еще чуть-чуть, у меня еще есть немного времени, чтобы снова все повторить. На самом деле у меня просто было куча уже всего, и я подумал, что, ну ладно, пятерочку зайду завтра. Дакиматутро не уедет. Подожди еще чуть-чуть, у меня еще немного времени, чтобы снова все повторить. А, так, время есть, значит, сегодня часовой клонад, А потом Евген идет за своей декиматутрой в пятерочку И снова она сконцентрируется на листке Эй, Нагиса Она молчит, слушай, что-то не так Ты меня звал? Она очень жестко концентрируется Как можно так сконцентрироваться, чтобы не слышать? Хотя ладно, у меня так тоже было Я хочу за... Что со мной не так? Я фразы пропускаю Офигенно начали читать Я хочу заняться с тобой любовью, Нагиса Так, кто там говорил, что это не пошлая новелла? Я не помню, кто это был Покажите мне этого человека Ты меня звал? Она снова винулась к своей речи Так, значит, ты согласна, когда вернешься? То есть у нас уже начинаются пошлости То есть, понимаете, это тот момент, когда разрабы Они как бы уже скатились к этому моменту разработки Они уже такие, так, ну в принципе Чего уж там скрывать, да? Уже как бы можно оголить шпаги Если вы понимаете о чем я Минутку, я слишком ли это утро? Похоже на то утро перед ее выступлением на сцене Да не Хотя, может быть, да, я уже его забыл От воспоминаний прошлого года на лицо вылезла грустная улыбка Мне, кстати, пообещал Алекс Михеев, что я буду рыдать Когда доберусь до концовки, вот именно автор стори Оригинал, к сожалению, меня не расстроил Но еще Алекс написал, что есть плохая концовка в оригинале Вот если я на нее выйду, вот тогда все, тогда смерть Что ж, я пошлая Да, удачи, пошлая Нагиса молчит, она пошлая Постарайся Да Ой, то есть Постарайся Она ответила улыбкой на мою линию поддержки И сопротивления Я так сильно волновал Орла за Нагису, что никак не мог стояточиться на работе Сейчас она уже, наверное, стоит на сцене в спортзале И наяривает, наяривает Хоть она и чувствует некую неловкость Она должна постараться достойно выступить с речью Чтобы мне было не стыдно, чтобы предкам было не стыдно за своих потомков Ведь она не проглотит язык и не застынет прямо на сцене Но проглотить язык, на самом деле, довольно сложно По-моему, для этого нужно, типа, в паралич спасть или еще как-то Ага, надо думать позитивнее, сука Я потряс головой Ох, клац Дверь открылась, покупатель стал осматриваться В то время, как я неистово тряс головой Как будто у меня приступ Извините Дверь открылась, покупатель стал осматривать Ну, вы поняли Добро пожаловать Сказал я гейским голосом Где-то через час пришла Нахиса Оставив магазин на санайосан Мы пошли на запоздалый обид Было так же сложно, как и на выступлении в прошлом году По обеду Нахиса открыла пасть и заговорила Да, вот так? Я не помню Речь была Если бы ты ее слышал, то сказал бы, наверное, что она никуда не годится И все же я стояла на сцене до самого конца И хаварила Я подумала, что все мы собрались тут ради одной цели Ой, то есть там А раз так, то почему бы не постараться вместе со всеми? А, ну да, справедливо Пусть даже речь была неловкой Все отлично, и ты смогла передать им свои чувства Да А затем, когда я уходила, я услышал, как кто-то мне аплодировал Это была Нисина-сан и Сугисака-сан А, это из музыкального кружка Ты с ними поговорила? Немного Только как дела и постарайся Вот так? Ну, я рад В принципе, это нормик Ага В итоге, желанный результат придет тогда Когда ты приложишь максимум усилий Пусть даже по чуть-чуть хорошее будет накапливать, Орла И ты достигнешь своей пожилой цели Накопить на новый Ирхон Это то, что я понял в школьные годы Понял, несмотря на то, что ненавидел школьную жизнь Так, когда начнут записываться новые участники? Заявление нужно подать кураторам кружков В следующей неделе Если не наберется хотя бы 200 челиков Да Тогда драм-кружок снова закроют, получается Ай, нос чешется Закройте мой драм-кружок Пришло множество новых утеников Точно, значит, парочка интересуется театром И такая парочка уж точно отыщется Да даже если театр будет им по барабану То, что президент той кружка является такая прелестная девушка Не оставит им выбор Им тупо придется подписаться на этот кружок Не слишком-то ты торопишься вступить-то, мой окун Ну потому что в говно-то вступать неохота О, правда? А, постой, вступить я же не в школе, мне же нельзя Еще какая? Я очень привет... А, постой, я очень приветливый человек А еще очень честный Только в тех случаях, если есть что-то, что действительно важно для меня Но я всегда был рядом с тобой, это же правда Да, это так Ты всегда был рядом И этот... И этот дурак Сунахара Ты не должен называть людей дураками Так, люди должны объединяться Да, было бы здорово Казалось бы, что могло пойти не так Итак, закончилась эта пожилая неделя Клина 12 апреля 00 часов Так, я пошла Давай, удачи тебе Что-то время очень быстро бежит Мне интересно, а в чем вообще смысл авторстори? Я почему-то думал, что в авторстори будет лето Лето, дай мне Я думал, что тут будет реально лето Просто, ну, тупо лето Тупо лето Нагиса ушла Было очевидно, что внутри нее надежда боролась с тревогой В понедельник никто не принес пожилые заявки Во вторник тоже было тихо Слушай, что-то нам не везет, видимо В среду наступил крайний срок Ой, то есть срок Я дома Уже по ее выражению лица можно было догадаться о результатах Даже одной заявки не подали Блин, что за пиздец-то? Кто такой? Понятно Больше у меня не находилось слов Наверное, театральные постановки Действительно потеряли популярность А, ну, возможно Так мне сказала Кумура-сенсей в прошлом году Да господи, театр крутой Я очень хочу сходить в театр Надеюсь, что корону отмеет Мы с Лизой все-таки соберемся и сходим в театр Орлики А среди вас есть те, кто ходил в театр? Или я один тут такой уникальный Что вот я люблю театр И как бы я бы сходил в театр Просто у меня есть ощущение, что я один любитель театра Как бы, ну, неважно Так мне сказал Кумура-сенсей в прошлом году А, ну, раз сказал Возможно, что так Да Значит, театральный кружок снова закроют Наверное Слушай, ты говоришь, так вот тебе насрать Сунахару, ой, то есть Тамоя Он говорит, так вот ему рели пихуй Но ты сделала все, что смогла Ты не должна расстраивать Орлика Ладно Все равно выпускникам придется покинуть свои кружки После школьного фестиваля И именно, почему бы просто не расслабиться И не насладиться фестивалем в этом году Именно, почему бы просто не расслабиться И не насладиться фестивалем в этом году Давайте только поступим А как же мечта? Как же наш собственный литературный клуб? На прошлогоднем фестивале было столько забот и бигагатни Но было очень весело Кстати, мне давний, как бы, Орел Миша предложил, он же Миша, да, точно он Миша, предложил поиграть в природителя Доки. Есть слух, что именно этой игрой вдохновлялся чел, который сделал Доки. Кстати, насчет Доки. Когда там Доки 2 планируется? Через 55 лет? Ну, ждем, ждем. Вот, мне кажется, как с многими продолжениями бывает, просто, да, Доки 2 выйдет, когда всем уже будет рили пихой. Доки 2 нужно было выпускать в 2019 году, хотя бы в его конце, то есть, мне кажется, тогда Доки 2 бы реально полетела. А сейчас, если через год выпускать Доки 2, все уже забьют на Доки, все будут такие, типа, че, это продолжение Доки, а нафига оно мне надо? Это как Дельтарун и Андертейл, ну, типа, на Дельтарун уже всем пихой было. Спустя сколько там, 5 лет? Или сколько там, какой там был разрыв между играми? Хоть я и распустила Нюни на сцене, и все-таки это приятные воспоминания. Глупо, не окунайся в прошлое с головой, это вредно для здоровья, может быть, смерт. Нас ждут еще более счастливые воспоминания, так что давай стараться ради них. Прости, ты прав. Коммендосай, кстати, очень жду Death Stranding, я о нем сегодня думал, просто песня у меня там в плейлисте была из Death Stranding, из финала игры, господи, Death Stranding вроде как 9 или 14, нет, 14, выходит как раз перед Цусимкой, выходит Death Stranding на ПК, Орлы, стрим-марафон по Death Stranding, реально, стрим-марафон. Ну, первый день там небольшой будет стрим, потому что игра явно выйдет в 6 вечера, а вот второй день, о-о-о-о, школьные темы ставились все реже, словно бы у нее не было там ни одного Друхалька. Несмотря на это, Нагиса никогда не пропускала шкилу и даже ни разу не опоздала. Я замечал, как нас сжимала губы, выходя из дому. Держись там, Нагиса. Будь это я с она или дядя, она всегда встречала тепло, заботу и доброту в своем доме. Ее легкая искренняя улыбка появлялась только в кругу семьи. А я ее семья. Да мой конь, ты здесь? Нет, блядь, я на Марс улетел. Здорово, Орлики. Я услышал голоса Нагисы у себя в голове. Что случилось? Ты опоздаешь, если не поторопишь Орлика? Я отвлекся от работы и поднял голову. Подними же голову, смотри, там летит царап. Саша, просто тебе не было у выхода, чтобы проводить меня. Ай, сорян бы. Не, ничего, кажется, ты сильно занят. Я не занят, это Галюн, это иллюзия. Я пошла. Ай, да, хорошего дня, ну давай. Чуть приободрившись от моих слов, Нагиса ушла. Секунда, подумав, я тоже вышел из магаза и догнал Нахису. Нагису! Не, резко оставшись, она обернулась на мой мощный бас. Да мой кон, что случилось? Удачи тебе сегодня. Просто мне нужно было проводить его как следует, иначе это как бы неприлично. А, ну давай, я пошла. Стоя в лучах утреннего света, Нагиса одарила меня своей пожилой улыбкой старичка. И тут на меня внезапно нахлынуло чувство, что я хочу защитить ее, защищать ее только своими собственными силами. Оно росло и ставилось все сильнее во мне. Чувство напоминало быка. Как обычно, поток покупателей стал вредить. К вечеру мне можно было поубивать время. Когда дядя допек последнюю партию хлеба, он весело и отправился куда-то, словно шкила с чистым сердцем, закончивший домашку. Пойду я и воздухом подышу. Давай, я вышел на улицу. На улице курицы не было, поэтому трахнуть тоже было некого. Я поднял голову на освежающее небо и потянулся. Фуааа. Опустив голову, я посмотрел вперед и обнаружил кого-то в парке, висящего на приличной высоте. Это Питер в парке. Питер. Человек-пук. На приличной высоте, то есть фактически в воздухе. Я на секунду удивился. Это Питер Паркер. Человек-мутант. Но приглядевшись повнимательнее, я понял, что ничего необычного в этом не было. Это просто был электромонтер. А-а-а, монтер. Похоже, он висел на фонарном сцене. Я вообще подумал, что это монтажер. То есть в Адобе премьере там монтаж делал видео. Знакомая сцена. Как-то еще учуясь. В школе я помог одному такому. И в тот день я осознал, насколько уютной и беззаботной была моя жизнь. И настолько жестокой будет взрослая, в которую мне предстояло еще войти. И даже сейчас я словно безмятежно плавал в теплых приветственных водах домов рукава. Блин, ну и метафору я тут вывернул. Твою мать, сука. Тогда тому рабочему лет было, кажется, не намного больше, чем мне. И меня это изрядно шокировало. И до тех пор я безмятежно обитаю в этом месте. Чел ты. Воспоминания нахлынули меня. А с ними и разочарование в себе, в своей жизни. Вообще во всем, что меня окружает. Стоило лишь подумать о такой мрачной действительности. С какой мрачной действительностью мне приходится сталкиваться. По сравнению со мной. С моей силой. Но пусть даже такая нелегкая жизнь. Я смогу с этим справиться. Без поддержки дяди Лиса Найса. Мои глаза застыли на этом работяге. Я пытался различить его окровавалённое чело. Он был так далеко, что мне это никак не удавалось. Но в фигуре его мне почудилось что-то знакомое. Впрочем, не важно, он это или нет. Я с нетерпением побежал туда. Куда глядят мои ебанутые большие глаза. У меня просто настроение хорошее. Поэтому я так читаю. В принципе, то, как я читаю, зависит от моего настроения. Моё настроение зависит от фазы Луны. Поняли о чём я? Нет? Ну, в принципе, не обязан. Рабочий спустился на землю и вытащил сигарету. Курение, внимание, орлики, предупреждаю. Курение вредит вашему пожилому здоровью. Кто будет курить, писька отвалится в 15 лет. Рабочий спустился на землю и вытащил сигарету. Он понял взгляд и несколько раз кивнул. Был ли он доволен работой? Ну, я не знаю. Можно спросить, наверное, был ли он доволен работой. Знаешь, это легко. Ты подходишь же и спрашиваешь, чел, ты доволен работой? Йосино-сан! Я выкрикнул его имя. Ой, ты его только что узнал. Тут же это же дерев... Ребят, вы живёте в деревне какой-то, блин. Село, блин, Барыбино. Естественно, друг друга все знают. Выкрикнул я его имя. Слушай, музыка поменялась? Не, реально, музыка другая. Ммм. Не, серьёзно, это не та же самая музыка. Он обернулся в мою сторону. Это был Йосино-юзки, то есть Йосино-сан. А, здорово. Хай. Привет, какими судьбами? Поприветствовал меня, немного подумав и, кажется, вспомнил, кто это я. Ммм, ты ведь тот парень, что помог мне, да? Я О-казак. Да, точно, О-казак. В чём дело? Опять без дела слоняешься, Дустер? Пожалуйста, возьмите меня на работу. Я низко перед ним поклонился. Я поклонился, ребят, у глаз чешется, просто как будто конъюнктивит. Эээ, ты серьёзно? Да, совершенно серьёзно. Мне бы это помогло. В последнее время у нас мало людыны. Но ты должен понимать, что эта работа не из лёгких, чел. Я более чем готов к этому. Я вообще родился готовым ко всему. В прошлом году ты едва или один стол посеял, чел. Ну, если я к этому привыкну, то всё будет заебок. Я буду усердно работать. Моё тело будет работать максимально мощно. А, ну понятно. Ладно, возьму тебя. Когда можешь начать? Лучше всего от следующего месяца, Плес. Значит, от следующего. Тогда, надеюсь, мы сработаем. Слушай, это нормально, что обычный чувак... Типа, может взять и вот так вот. По-моему, это странно. Мы пожали друг другу пожилые руки. Не жужжи. Слушай, Нагиса, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Мы сидели друг напротив друга. Да, что такое? Я нашёл новую робу. Э, ты хочешь сменить работу? Для Нагиса, это действительно было как гром среди ясного неба. Ну, её можно было понять. Столько... Столь решения... Постой. Столь решения было принято всего... Может быть, столь важное решение было принято всего за день? Ну, раз меня... Раз меня уже я... Раз меня уж я... Я думал, я ёбнулся, но это переводчик пьяный был. Господи, что у них случилось? Качество перевода упало. Но раз меня уж я столкнул с лбом с реальностью, то не буду продолжать жить беззаботной жизнью, полагаясь на других. Тебе не нравится работать в булочной? Нет, не в этом дело. Проблема в другом. На самом деле, мне доставляла радость работать с дядей и Саная. Работа нескучная и дом за стенкой. Но я не могу так продолжать. Это лишь избалует меня. Я полностью полагался на дядьку и Саная-сан. Словно трус. Ну, то есть, трус трусы. Поэтому я решил пойти на другую робу. Может, там будет нелегко, но зато я буду получать гораздо больше, чем теперь. А ещё я найду какую-нибудь комнатушку поблизости и буду там жить. И тогда я буду жить и работать, не полагаясь ни на кого. Ты покинешь этот дом? Да, я перееду. Не может быть. Будет так одиноко. Я уселся, поудобнее и серьёзно посмотрел на Нагису. Это моё серьёзное лицо. Серьёзно посмотрел. Ты будешь жить со мной, Нагиса? Сказал, я ей. А если будешь скучать по родителям, всегда сможешь сюда вернуться. Когда бы ты не захотела вернуться, я не стану возражать. Дело в том, что я сам хочу усердно трудить Орлика. Хочу сделать тебя счастливой своими собственными силами. Не полагаясь ни на кого. Поэтому я и принял такое решение. Что скажешь, Нахиса? Так, а музыка куда пропала? Ты бы хотела жить вместе? А, музыка пропала для драматического эффекта. Сейчас я, кажется, угадал, какой трек будет. Уху. Давай жить вместе. Ура! Она согласилась. Орлы, мы победили. Рак, голод и смерть. А, не угадал я с музыкой. Я думал, будет другая. Если ты этого хочешь, ты мой акун, я последую за тобой. Я был несказан, а счастлив. Слушай, игра цепляет, реально. Вот, AJ был, баф, читается прям очень хорошо. Несмотря на даже ошибки в переводе. Теперь я буду сам защищать. Я трогаю просто лицо. У меня такое ощущение, что у меня лицо течет. Орлана. Поэтому мы не сможем много времени проводить вместе. Ничего тебе. Тебе не нужно заниматься чем-то еще. Просто будь со мной. Я хочу жить, не полагаясь ни на кого. Со скрипом закрутились шестеренки моей жизни. И лучше сказать мои чувства. Прежде всего, чувство ответственности. Я осознал себя в 18 лет. Я осознался. Я вот не знаю, как сказать, как я себя осознал. Наверное, я осознавал себя частями. У меня ел такого, что вот случилось что-то и бум просветление. Я частично, я как бы частями шел к осознанию. О том, что-то пошло не так. И я стал стримером-клоуном. Но это тоже часть осознания. На выходных я пошел смотреть новую квартиру. Чувак, он сейчас ипотеку возьмет. Во, дебил. Он сейчас по 30% возьмет ипотеку. Пиздец, всю жизнь платить будет. Будешь платить всю жизнь, тамо я. Выкинь. Плохой, плохой тамо я. Ипотечник, дебил. Выкинь, выкинь квартиру. Одна комната и квартира в 6,5 татами. В 6,5 татами. А, ну типа в кроватях. Понимаешь, в нормальном мире у нас в России в квадратных метрах измеряется квартира. В Японии она измеряется в кроватках. Туалет и ванная совмещены. Но всего 30 тысяч йен в месяц. Довольно дешево. Так, 30 тысяч йен в месяц. Сколько рублей? Так, сейчас узнаем. 20 тысяч? Квартира в 6 японских кроватей? Не, ну вы там охуели, японцы? Это как бы дорого. Ну, я не знаю, для такой квартиры, если это не город, ну типа если это деревня еще какая-то или маленький. Хотя, блин, смотри, а где? Ну может быть, ну может норм. Не, ну ладно, окей. Наверное, это, наверное, цены выросли. Да, наверное, это норм. Я не знаю. Я не, вот честно, сейчас вот я не уверен. Наверное, наверное, это норм по сегодняшним меркам. Хотя же, ну честь, что игра из 2004 года. Дом он построен 20 лет вза, так что он уже довольно старый. 20 лет это старый? Приведя я сюда любую обычную девушку и скажу, что теперь мы будем уже здесь, она бы странно меня посмотрела, развернулась и пошла домой. Фу, меркантильные инстаграммные твари. Но Нагиса была не такой. Потому что Нагиса, молодец, политик, лидер и борец. Как красиво, сказала она, не заметив, кажется, ни единого пятна на стенах. Я, если честно, тоже не вижу ни единого пятна на стенах, а вы? Затем она встала рядом с раковиной. Она словно встречает нас. Кап, 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 кап. Я буду готовить для тебя каждый день, Томоя-Кун. Не, слушай, ну это пиздёж. Наверняка будем этой лапшой питаться. Слушай, наверняка заказывать будем. Но ведь это помешает тебе готовиться к школе. Лучше я сам. Мне хватит того, что ты будешь рядом. С твоей поддержкой я буду работать на пределе сил. Я не хочу, чтобы ты истязал себя. Нагиса будет моей линией поддержки. И не хочу, чтобы работал только ты один, Томоя-Кун. Я тоже буду стараться. Ммм, понимаю. Ладно, давай стараться вместе. Хорошо. Орлы, го, стараться вместе. Плюс чат, кто хочет стараться вместе. А пока мне нужно поговорить с твоими родаками. Я всё ещё не рассказал о своём решении ни дяде, ни Саная-Сун. Мне нужно было самому им всё рассказать. И показать, насколько мы с Нагиской были тверды в своём решении. Твёрдый как фалос. Я хотел сказать твёрдый как хрен изначально. Но хрен это двусмышленно. Двусмышленно. Хорошо. Но если им скажу я, думаю, всё пройдёт гладко. Нет, а ты лишь покажешь мою трусость и нерешительность орла. И трусость и нерешительность. Ведь фактически я забираю тебя у них. Если им не расскажу я лично, то у них не будет уверенности в моих намерениях, верно? Постой. Если им не расскажу я лично, но у них, то у них должно быть... Переводчик бухал, видимо. Бухой переводил. Под Балтикой. Наверное, ты прав. Если бы говорила я, наверняка пришлось бы как-нибудь выкручивать орлика. Да, и к тому же это мужское дело. Если бы ты мне помогла, было бы неловко. Вот как? Тогда ладно, оставляю всё на тебе, ты мой кум. Кстати, сегодня не так жарко. Сегодня нормальный день. Вот я поэтому иду в невялый, активный. Сегодня будет топ-стрим, ребят. Потому что, ну, сегодня нормально, орла. Вот сегодня день заебись. Вчера дерьмо было. Тем же вечером я всё-таки рассказал всё, как есть саная сан. Вот, значит, как. Я не против этого. Можешь считать, что получил моё одобрение. Тот момент, как женщина в Японии может одобрить. Но ведь я заберу на Гису. Тамая-сан. Да. Она стала гораздо сильнее после встречи с тобой. Она накачалась. Стала, это, бодипозитивщицей. И даже сейчас она продолжает крепнуть. Пока она вместе с тобой, Тамая-сан. Да. Ваш союз был уже предвещен. Всё, что я могу, это проводить. Я пожелав счастья. Ясно. Мать отказалась от дочери. Смотреть без регистрации смс. Я чувствовал, что в уголках глаз начали скапливаться слёзы. Шо ж мне зарубить? Ведь получается, что теперь я беру на себя всё, что ранее было заботой саная-сан. Этот день настал. Но могу ли я радоваться этому? Простите, что повстречали такого, как я. Да за что он извиняется? Я чувствовал себя долгим извиня... Слушай, я не пойму. Либо я ебанулся, либо текст. Я чувствовал своим долгом извиниться. А, это я ебанулся. А, ну всё нормально. В принципе, тогда это норм. Тамая-сан, ты должен быть увереннее в себе. Ну да, он же берёт на себя как бы ответственность. Хотя ладно, какая-то ответственность. Ничего страшного. Ты гораздо более надёжный человек, чем сам думаешь о себе. Конечно же нет. Ты не прав. Именно поэтому она полюбила тебя. Да, хотя бы в этом я уверен. Потому что она любит меня. А я хочу забрать её с собой. Я тебя, конечно, тоже люблю. Спасибо вам за это. А, и Акио-сан тоже. Серьёзно? Да. Ну вообще-то, как бы это... У меня даже вопросов не появляется. Да, я знаю, что он меня любит. А, Акио-сан молодец. Политик, лидер и борец. Ну вот и он. Препятствие. Номер один. Может быть, оно, препятствие, это оно. Это склонение или спряжение. Как это называется? Ты ему ещё не рассказал? Да нет. Вот я его ещё не встретил. Даже ещё нет. Тогда удачи. В завершении разговора Санай-сан сказала только вот эти слова поддержки. Линия поддержки. Такое же у неё характер. Она должна быть посчитала, что большего и не требовалось. Но по-хорошему даже это было лишним. Санай-сан тоже прекрасно это понимал. Мне нужно было обсудить-то с ним, несмотря ни на что. Бацко. Надо бацки всё рассказать. Я чувствовал, словно прохожу экзамен. На право называться мужиком, наверное. Я крепил Орлика. Некоторое время я подыскивал удобный случай поговорить с отцом на диске. Когда он был в хорошем настроении. Так он в плохом не бывает. Он всегда в хорошем просто бывает. Какие-то рофлы неудачные отмачивает. Но это не говорит о его настроении. В общем, не знаю. У него же всегда хорошее настроение. Ну, вроде бы. Но дядя был таким мужиком, которого природа одарила способности испытывать такие противоположные эмоции, как радость и гнев одновременно. Ну, дядя, ясно. Страннозоид какой-то ебанутый. Если описывать это терминами, я бы его назвал гиперактивный человек. Я себя считаю гиперактивным иногда. Хотя я считаю себя... Знаете, я странно гиперактивен. То есть у меня бывают периоды, когда просто горит свеча, пожар, все дела. А бывает период кавялый. Сейчас период, когда пожар. Блочная фрукава в послеполуденное затишье. Дядя должен был скоро явить себя народу. Как только у него появится свободное время. Дядя должен скоро появиться. Как только у него появится, свободное время. Когда он, наконец, закончит выпить хлеб и пойдет отдохнуть, я смогу поговорить с ним. Та ладно, может не надо после хлеба? Вдруг у него настроение будет плохое. И отчего стал ожидать его появления. Какое напряжение? И вот, что это нахрен такое? Мне кажется, как-то не вовремя, что ли, прогремел дикий. Яростный рев. Порно-лев. Его источник не замедлил появиться со вздернутыми кверх плечами. Его источник не замедлил появиться со вздернутыми кверху плечами. Блин, я надеюсь, что мы с вами, орлики-бийцами, доберемся до, собственно, до часа. Потому что приедет писа, а если приедет писа, это все. Что случилось, дядь? Что случилось, спрашиваешь? Просто я вообще закал пиццу, чтобы как бы добираться до этого часа. Но мы посмотрим. Что случилось, спрашиваешь? Жопа, случилось. Ты взгляни на это. С этими словами он плюкнул журнал на прилавок. Я поднял его и как бы прочел предсказание. Ага, прочитай эту колонку со знаком рака. Ой, у меня папа рак, кстати. Не, не в том смысле. Он не в доту играет. Он просто рак. В этом месяце у вас заберут что-то крайне дорогое вам. Вы будете настолько шокированы, что некоторое время проведете в постели. Что-то я... Может быть, не надо батик говорить? Он явно не в духе сегодня. А, прям яблочко. Эй, а у тебя от этого в грудки так паршиво ныки начинает? Не признаменование же это. Что-то это я плохо сока отрезал, а вообще пить невозможно. А, да-да-да. А у тебя там что? Ну-ка прочитай. В этом месяце вы с легкостью заберете что-то у кого-то. А тот человек будет в ярости. Так что скорее бегите от него и победа будет за вами. Так это ты! Ты еще и свалишь, одержав победу! Это же все полное фуфло. Это же просто предсказание. Правда, фуфло. Ну да, наверное. Но знаешь, гадания этой темной принцессы Кёку Сунсей довольно часто сбываются. Неожиданно симпатичная личность. Как вы думаете? Я, кстати, верю, что реально есть какие-то гадалки, там, медиумы, которые действительно могут что-то тебе нагадать. Но мне кажется, эти все гадания, они как бы, знаете, как вам сказать? Они рассказывают лишь об одном варианте вашей судьбы. То есть я, в принципе, верю в все, ну, скорее не в гороскопы, потому что гороскопы пишут студенты на подработки. Я-то где-то читал, по-моему. Что вообще есть даже объявления, видимо, в интернете, что, типа, ты можешь просто писать гороскопы для какого-то журнала. И по приколу это там не то, что кто-то реально у них какой-то медиум есть, который им пишет. Но вроде как, если реально это пишет какой-то там человек, который занимается всякой черной магией, там он может что-то нагадать. Неожиданно симпатичная личность. По-любому, это отцоннейшая вещь, которая может случиться в этом месяце. Короче, держись, пока ты меня подашь. Плохое предзнаменование. Чуть пошатываясь, он свалил. Я, ошарашенно, посмотрел ему взад, вслед. И что мне теперь делать? Я глубоко вздохнул. Что ты теперь делаешь? Снимать штаны и бегать, вот что. У тебя получилось поговорить с ним? Нет, еще нет. Мне почему-то кажется, что в этом месяце этого делать не стоит. Что в тебе, темная принцесса Кёко? А о ком ты говоришь? Да, да не, не о ком. Просто какая-то глупая гадалка. Но ведь ты же собираешься приезжать в этом месяце, да? Да, точно. Значит, надо поторопиться и рассказать ему. Но гадалка сказала, что не надо. Да. Ну, давай. Неожиданно я услышал громкий смех. Слышь, пацан, он был в таком хорошем состоянии, что это пугало. Нет, только посмотри на это. Если не посмотришь, я вышибу из тебя все дерьмо. В итоге он держал пластиковую модельку робота. Я стойко запаривался, чтобы собрать его своими руками. Ну как тебе, шикарно, да? Скажи, что это шедевр, что он бы тебя подрал. Так, значит, он бил на эту кучу времени? Что за ребенок? Да ладно тебе, бионикл топ, орлы. Я бы сейчас пособирал биониклов. Посмотри-ка на этот рок, он просто зачаровывает. Просто лишает слов, а? Ну, не особо. Такое шедевр искусства, как это. Нынешней школоте не понять. Это ж круто, наверное. Я пока еще не видел дядю столь хорошего в расположении духа. Это же мой шанс. Послушай, дядь. Эй, не понял, что ты зажегся? Заряжайся дальше, мобила. Ага. Он обернулся на мой голос. Ага. В этот момент пластиковая фигурка упала с его ладони. А, какого черта? Он быстро поднялся и стал проверять, цела ли она. А так, надо проверить. Нет, цела грязная, конечно, но цела. Измазана калом. Какого что за хрень? У него рог отвалился, засранец. Помогай тебе искать его. Мы обшарили весь пол, но так и не смогли его обнаружить. Ясно, момент для рассказа о том, что Нагиса, его дочь, переезжает ко мне. Неподходящий. Мы обшарили весь пол, но так и не смогли его обнаружить. Что об тебя? Да и в самом деле, мое проклятие. Ну что, давай я теперь с тобой играть буду. Дядя свалил. Ясно, ошарашенно. Я так и остался стоять столбом. Казалось бы, в чем прикол столба? Так, ты смог с ним поговорить? Нет, пока нет. Наверное, это действительно слишком для меня. Чёртов гандон. Или гандам. Что там было сказано? О чём ты говоришь? Да не, ни о чём. Так, один глупый мобильный костюм. Я уверен, что всё будет хорошо. Ко он гандам? Это робот, что ли? Просто терпеливо подожди чуть-чуть, и потом, когда серьёзно с ним поговоришь, он у вас всё поймёт. Хорошо бы, если б так, как вы говорите, было. Всё образуется. Ну, допустим. Скоро уже конец выходных. Но даже на следующий день, я как не могу набрать момент, лишь болтался туда-сюда, не находясь и места. Болтался, как вялый писюн. Эй, пацан! Так, я опустил кресло вниз, потому что что-то так поудобнее стало. Я неожиданно услышал его баритон позади себя. Для меня это было словно засада. Трап! Это был трап. Я чуть штаны не наложил. Придётся Лизе стирать штаны. Что? Спокойно ответил я ему. Ой, ну чешется. Не могу играть. У меня одна рука на ноге, другая играет, и поэтому мех. Подойди-ка, потусим вместе. Ну, предположим, давай. Эй, батя, а нормально так составлять махас? В это время всё равно никаких покупателей нет. Я всё-таки повыше свои кресла подниму. Кроме того, даже если они придут, мы их увидим. Правда, что ли? Ну да. Пошли. Ну, кстати, мы их действительно увидим. Это же площадка перед магазом, вроде бы. Дядя вытащил биту. Я был подающим. Я подаю, дядь. Давай, покажи всё же, на что ты способен. В этом районе меня называют бегущий хлеб на тарелке. Как-то связано с баскетболом. Или что это? Бейсбол точно. Я сделал лёгкий бросок. Дядя легко его просчитал и отбил. Что за хрень? Ты мне подсовываешь. Ладно, в этот раз будет получше. Я взял мяч. Я не мог поднять руку выше плеча, так что высокий кинуть не выйдет. Хотя, если это будет боковой бросок, то можно придать мячу скорости, задействовав плечо, сделав замах. Я метнул второй мяч. Интересно, что это за... Как так можно сделать... Что можно сделать с рукой, чтобы она не высоко не поднималась? Этот бросок тоже говно! Отбитый мяч взмыл ввысь. Я, кстати, услышал сейчас вся в голове звук удара. Просто я смотрел много мультиков, где был бейсбол. Хоть я и обернулся, но так не смог за ним проследить. Тишина, тишина, тресь! Кажется, я слышал треск! Тебе просто показалось, пошли назад, надо работать. Эй, да это же точно чье-то стекло разбилось! А, прости, что разбилось на стекло шикарнейшим хоумраном, особенно в моем-то возрасте! Чего с 2 я буду за это извиняться? Это, блин, реальность! Иди, извиняйся! Самый день, тебе в твоем возрасте не стыдно. Но это ты его разбил? Если я пойду, то этот шикарный хоумран пойдет к оту под хвост. Сейчас достанется 0-0. Мы не играли на счет. И что, мне нужно идти? Конечно, не идиот! Это нормально называть, кстати, отца своей этой... Своей суженый идиотом? Или не очень? Я даже не знаю. Наверное, нет. Мы зашагали рядом, я засунул руку в трусы, и приехала пицца. Мы зашагали рядом, я засунул руку в трусы, а он шел, размахивая биты. И этот старик идет извиняться к химии. Мы оба придурки. Действительно, вы два долбоеба! Ах, да, точно! Я, кстати, кишнул пиццу, я поэтому немножко одет. Очень надеюсь, что после записи данного видеоматериала я успею выйти и купить пиво для стрима. Понимаете, записываю, как всегда, перед стримом. И есть страх, что пиво не окажется на стриме. Потому что уже везде написал пьяный стрим неадекватный. А пива нету. Вообще никакого. Вообще алкоголя нету. Не водки, не спирта даже нету 98%. Или какой там спирт врачебный бывает? Ничего нету. Я бы спирт пил. Ну да ладно. Ну, кстати, можно ведь спирт просто с водой разбавить и получится водка. А вот интересно, если врачебный спирт в равных пропорциях с водой разбавить водка получится? Ну, типа колхозно. В этом месте я повышу зарплату на 100 йен. А, СПС чел. Не особо я сейчас, я в начале такой прибавки. Но благодарить все равно надо. Ну, блин, 100 йен это сколько? 80 рублей? Нормально. Плюс доширак. Ну, даже 3. Или сколько сейчас стоит доширак? Ну, 2 точно. Так что... Да? Сам извиняйся. Жук, он побежал обратно. Эй, ты чё, младшеклассник? Я потянул его в зад за воротник. Ты шучу, я шучу, балбесина. Да ешот, тебе что-то не хватит из меня. Ты зассал, да? Зассал, понятно. Ты ведь серьезно хотел сейчас смыться, я прав? Проклятье. Мне что, надо на 200 йен твою зарплату поднять? Он серьезно не прикалывается? Я плохо мог что-либо разобрать впереди, но там собирался народ. О, вон там, соседи собираются. Действительно, позорное будет зрелище. Что посеешь, то и пожнешь. А мне интересно, что там будет. Наверняка сейчас опять ржака-бассака. А, пофигу. Привет! С нехитрым приветствием он пробрался через толпу. О, боже, Фарукава-сан! Простите, оплошал, моя работа. Как всегда, озорничаете, Фарукава-сан? Да нет, просто это и сопливый шоколадец хотелось увидеть по-настоящему крутой хоумран. Разве не ты сам меня позвал? Хе-хе-хе, все в порядке, я знаю, сказал мне пожилая дама с улыбкой. Все уже хорошо знали характер дяди, поэтому никто даже не думал ругаться на него. Все просто без заботы ржали над ситуацией. Такие, типа, была у меня горжомба такая, а-а-а! У меня горжомба, чё, дядя разъебал окно! Ха-ха-ха! Понимаешь, вот в России ты разъебал окно, всё, пизда. В Японии разъебал окно. Ха-ха-ха! Тебя окно опять разбил! Да ладно, окна стоят дешевле, чем еда. Наверное. Неважно. Мою маму, кстати, сейчас очень беспокоит. Очень важно, что Барни, ей кажется, что он постройнел. Но Барни в полном порядке. А, нет, а беспокойтесь, что мы его перекармливаем. Да ладно, Барни не обязательно перекармливать, он сам найдёт еду, если что. Там мух поест. Передо мной стоял человек, который по поведению речи гораздо больше меня походил на ребёнка. И всё равно, я понимаю реакцию окружающих. Как и ожидалось, Санайсон выбрал замечательного человека. Может, он и не пример для окружающих, но он умеет поднять им настроение. Должно быть, это и было, самым ценным его качеством. Раз он мог вызвать у окружающих улыбку. Вот напоминает чем-то Бэлл с кучей какого-то самоанализа. Ну, это не самоанализ, а просто анализ. Но, тем не менее, что-то Бэлл напоминает. Оригинальный, оригинальный. Извините, в горло попала сперма. Раз он мог вызвать у окружающих улыбку, значит, пусть на чуть-чуть они могли стать счастливее. Поэтому этот челик, он обладает поистине великим даром. Мы возвращались домой, ка солнце уже садилось. Я тоже. Хочу уметь вызывать у людей улыбки. А, тогда пощекочи их. Нет, я не совсем то имею в виду, а то, что недавно сделали вы. А что я сделал? Вы дарите улыбки не только на Гисе и Санайсон. Вы заставляете улыбаться всех соседей вокруг. Э, разве это не делают меня шутом? Ну, люди, вот я заставляю людей на стриме улыбаться. Делают ли это меня шутом? Я бы сказал, это делает меня стримером-клоуном. Я Пеннис Вайс, веселый клоун. Евгений, зовите меня Евгений Пеннис Вайс. Веселый, Евгенский клоун. Нет, вовсе нет. Я уверен, что причина их улыбок лежит гораздо глубже. Где-то на уровне Марианской в пазине Тихого океана. Хм, я знаю. Вот почему я тоже хочу это попробовать. Да-да, я знаю, что половина видео Евген сморкается, остальную половину рассказывает про пиццу. Самому дарить другим улыбки. И дорогого мне человеку, надейся. Ничего, что я возьму ее с собой в свою сказочную страну Юзя. Куда, бля? Я хочу арендовать квартирку неподалеку. Скажем так, так называемый таунхаус. Решил начать жизнь самостыдную и незалежно, как украинец. Вон там. У тебя есть такие деньги? Нифига ты бахатый. Я нашел работу, с которой денег будет достаточно. Я буду все равно работать, чтобы ни в чем не нуждаться. Электромонтер. Самая благосокоплачиваемая работа Японии. Да, ребят, я много сморкаюсь. Тогда я и Нагиси смогу подарить улыбку своими собственными силами. Нагиси, что она сказала? Сказала, что согласна. Сука. Некоторое время тянулось молчание, ясно. Он думал, въебать мне сейчас или дать пизды потом. А о чем он сейчас думает? Мне кажется, у него обезьянка сейчас в голове, как у Гомера и Симпсона. О чем он сейчас думает? Я тебе уже рассказывал, почему ты решил открыть булочную, да? Остой, почему мы решили открыть булочную? Я-то еще ничего не открыл. Я пока что это нищий студент. Который снимает квартиру за 20 тысяч рублей. А? Как вам такое, Орлы? Нищий студент, снимающий квартиру за 20к. Ну разве так бывает? Да, эм. Нам нужно было заботиться о ее славном здоровье каждую минуту. Мы сказали ей, что никогда ее не оставим. Поэтому мы всегда были с ней. Но знаешь, с тобой у нее уже столько времени прошло. Она уже больше не то, малое дитя. Она уже может сама выразить свою собственную волю. Если сейчас она говорит, что хочет быть с тобой. Мне нечего сказать. Он вздохнулся, но смирившись с судьбой. Мне даже в голову не могло прийти, что он так легко сдаться. Но это было показателем того, что он понимал на ней суда хорошо, как никто другой. Потому что все это время он жил лишь ради своей дочери. Это я могу сказать с уверенностью. Слушай сюда. Заходите к нам вдвоем с ней как минимум раз в неделю. Если все состояние ухудшится, сразу звони Саная. Обещаю, что выполнишь эти два условия. Да, обещаю. А в остальном поступай так, как считаешь нужно. Сказав напоследок, дядя быстро зажигал вперед, словно оставляя меня одного. Я смотрел ему вслед. Я сделаю так, что она всегда будет улыбаться. Поклелся я. У меня почему-то батя ассоциируется с якудзо. Я его вижу, сразу думаю, блин, когда уже в якудзо поиграем? Как будет стрим-марафон японского говна? Я продолжу то, что вы делали все это время до меня. Теперь мой черед. Да, рассчитываю на тебя. Он взмахнул своей битой в трусах. Саная-сан стояла у входа в махас. Вы двое оставили магазин без присмотра? А что если хлеб вы украли? Да, он все глячу в баскетбол поиграть. Ой, то есть бейсбол. Что ты за человек-то такой? Вечно пиздит. А затем он все весело выкрикивал. Ура, я отбивающий. Ладно. Эй, ты уже не ребенок. Я так замахиваться, говорил ему я. А он кричал, фигня, это они бросок. И так жестко отбивал. И угадай, кто потом развел мечом стекло с соседского дома хныча. Что же я наделал? Совершенно застыдившись и понурив голову, а? Ты случаем не про себя рассказываешь? Ты смотришь на меня как на пацана какого-нибудь? Простите за беспокойство, Томас-сан. Вы, похоже, все уже и так понимаете. Почему же ведь он пацан по соню с таким мужчиной в расцвете сил, как я? Так почему же ты так думаешь обо мне? Я знаю, что ты собираешься в модельки роботов и каждый день играешь в бейсбол с детьми. А, так я ребенок! Смотевшись за голову, злого пил он. И из магазина ты сбегаешь играть уже далеко не первый раз. Совершенно у тебя мое хобби шахматы. Ты знаешь, как в них играть? Не знаю, но если я чинно разложу их перед собой, то я начну выглядеть респектабельнее. Тебя не точно через пять минут наскучат. А во мне складывается такое впечатление! Я уже пожалел, что только недавно проникся таким уважением к этому человеку. Все, уважение пропало! Градус повышен, Балтика на стриме все ближе! Я уже пожалел, что только недавно проникся. А, ну да. Уже темно, давай закрываться. Да, на сегодня игра сыграна. Кстати, я сегодня заработал хоумран, так что победа за мной, пацанок. Вали домой, плач-подушку, нашел. Я, кстати, так от этого вспотел, что аж противно. Пойду душ приму, а то у меня воняет залупа. Ой, то есть это, пах. Хорошо. А ванну ты стоишь принимать? Если в такую же, я еще и в горячую ванну залезу, то точно сгорю дотла! Ну, ванна избавит тебя от усталости, разве не так? Я же сказал, все заебок! Дядя зашел в пожилой магазин. А, ну ладно. Принесу ему сменную одежду. А, Санэссан! Я крикнул Санэссан, когда она уже собиралась зайти внутрь. Да. Я рассказал ему. Нагисе? Да. Как все прошло? Я получил его согласие. Ясно, вот и хорошо. А что, могло быть иначе? Я же Томоя Кун. Я из кого угодно, выбью что угодно. Ага. Я съеду, как и планировал изначально, в конце месяца. Удачи. Ну давай. Ну давай, как говорится, а ну давай, чел, ты... Я съехал на следующих выходных в мае. Могу же и права получить. Это было первое слово дяде, когда он вылез с небольшого грузовичка. Не говори о невозможном. Где я деньги достану? Хм. Это последнее, с чем я тебе помогаю. Кстати, новый задник появился. Видите? Новый задник. Не было раньше такого. Знаю, батя. У меня все будет в порядке. А сейчас я пойду на работу в магазин. Вечером вернусь и закончим. Ясно. Он будет на работе в магазине играть в шахматы. Да, СП за помощь, чел. Эх, какая идиллия. Жить вместе. Мемлет. Про себя он поспешил в свой магазин. Да ведь тоже будешь один, саная сан, верно? Я проводил его взгляд. Так, а теперь я повернулся к небольшому грузовичку, расставленному вокруг багажа было немного. Тут была практически вся необходимая мебель. От телевизора и комода до футона и обеденного стола. Вся эта мебель была уже довольно старой. До поры до времени хранилась в кладовке домов и рукава. Холодильник, что шел как дополнение к комнате, был небольшим, так сказать. Для стирки одежды я решил использовать платную подписку. Наканал Евгений Рус, что находилась прямо напротив дома. Этого должно хватить. Все остальное будем воспринимать как затратное излишество. Для начала я взял футон и пошел в комнату. Там меня в одиночке ждала Нагиса. Комната была абсолютно пустой, но от одного вида. Нагиса, стоящая посреди этой комнаты, сердце у меня выпрыгивало из груди. Теперь мы действительно будем жить вместе. Во мне смешивались чувства волнения и надежды. Вещи уже приехали? Заговорила первая Нахиса. Да, прости, но тебе нужно будет пока выйти. Остановите. Витя, надо выйти. Посрать. Чтобы можно было занести все сюда. Сняв туфли, я вошел сзади. Постой, сняв туфли в Японии. А, да, в Японии снимать забыл. Задел футоном о стену и тот прочертив фрубкой поверхности борозду. А, я уже ломаю нашу комнату. Я помогу. Постой, а из чего у них стены? Они из бумаги, что ли? Не стоит, это мужская работа. Просто смотри. Но, но, вещей не очень много. Потом сможешь заварить цай. Но, я же сказал, я справлюсь, блядь. О, найс. Как будто и не переезжали. Через час с уборкой было закончено. Мы с усердием уселись друг напротив друга за маленьким обидным столом. Нагиса отхлебнула чаю. Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. А что в таких случаях принято говорить? Эээ, принято говорить арегато агаза и ма-сэ. Волосы в насы? Началась наша совместная жизнь. Блин, ну так мило. У них началась совместная жизнь. Они такие большие. Орл, мы проделали с ними такой путь. Длиною в год. Ну, в реальной жизни мы проделали с ними путь длиною во сколько? Я, по-моему, в марте начал играть, да? Длиною, получается, в три месяца? Ну, вроде как, да? Или в апреле я начал играть? Я вот не помню. По-моему, в марте. Давайте заценим сохранение. Просто я помню, начинавая в другой игре. Ну, то есть в какой-то другой версии. Ну, тут 16 апрель. Ну, по-моему... А, да. Значит, в начале апреля. Это сколько месяцев? Один, два, три... Четвертый месяц играю. Не, ну, учитывая длину игры, ребят, и учитывая, что я играю в нее, скажем... Не, ну, без 12-часовых стримов, я думаю, мы бы даже... Ой, то есть без 12-часового видео и 8-часового мы бы даже близко не подобрались к этому моменту. Я бы проходил, наверное, полгода игру. Да так и есть. Что мне нужно сказать? Может, в таком случае надо сказать что-то типа Внимание, марш? Нет, это прозвучит странно. Почему? Потому что нет определенной цели на горизонте. Если задуматься, это действительно так. А если задуматься, то можно и обосраться. В совместной жизни проще помогать друг другу. Уверен, подойдет что-то вроде А давай вместе стараться? Или давай вместе пойдем на кроватку и паться? Вот это будет топ, конечно, момент. Ах, да, ты мудрый. Так постараемся? А, хорошо. Пожалуйста, подожди. Постой, чего мы ждем? Госэкс. А, кого? Кекс? Я подумал, что нам нужно принести клятву. Клятву? Господи, какую? Гиппократу или Ленину? Коммунизм? Да. Постой, то есть да, это кому да? Непонятно, неясно. Поставив чашку на стол, Нагиса положила ее себе на грудь. Клятву или что она? Я в рукава Нагиса больше не буду плакать. Столько бы боли и трудностей не ждали впереди, я буду упорно стараться и преодолевать их все. Ух, Нагиса! Да. Слезы можно сдержать, когда тебе грустно. Если же ты будешь сдерживать их, когда тебе захочется плакать от счастья, ты не сможешь испытать истинные радости. Орлы, плюс чат, кто считает, что нельзя как бы это... Разве ты так не думаешь? Да, ты прав. Все так, как ты говоришь. Ну, ладно. Тогда еще разок. Ага. Я в рукава Нагиса. Не буду плакать больше. Столько бы боли и трудностей меня не ждали впереди. Ребята, это дверь, это не Лиза, это ветер уничтожил дверь. Столько бы боли и трудностей меня не ждали впереди. Я буду упорно стараться, я преодолею их все. Я буду стараться смотреть порно. Но в моменты счастья плакать разрешается. Я такая, какая я есть. Пожалуйста, позаботься обо мне. Блин, ты так милая. Она как будто, знаешь, как будто вне копали, как кошечка, которую, типа, в коробке нашли. Хотя, мне кажется, Нагиса была бы хорошей кошкой-дивкой. Ой, ай, я случайно проскипал. Ай, пизда. Положив руки на пол, она поклонилась. И ты позаботься обо мне. Я так же поклонился. Хи-хи-хи. Улыбнулась Нагиса. Ну что, пойдем там, это, поздороваемся, что ли? Ай. Хорошо. А с кем здороваться будем? У нас соседи есть? Я думал, мы живем, типа, в поле, и тут никого нет. Обед мы приготовили вдвоем. Ммм. Ну мы с Лизой тоже так делаем. Да, да, да. На первой была жареная рыбка и гарнир из дайкона. А дальше был просто приготовлен рис и суп мисса. Дайкон, китайская редька. А, дайкон. Дайкон? И все равно, я думал, это из какого-то дракона еда. И все равно мы счастливы, когда закончили с готовкой. А потом съели с большим аппетайтом это все. Затем мы убрались и немного посмотрели пожилого телевизора. Дайкон, день прошел так быстро, да? Да, очень. Нам нужно принять ванну и ложиться. Постой, а ванну нам нужно принимать вместе или по отдельности? Ну-ка, расскажи мне. Ну давай, ну давай. Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай, ну давай. Нам нужно принять ванну и ложиться. Ой, сорян, это я увлекся что-то. Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай, ну давай же, ну давай. Давай, 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 давай. Было 10 вечера. Ах да, ты ведь ложишься спать около 11. Блин, даже не потусишь ночью с ней. Ну да, но даже если у меня есть такая привычка, не значит, что надо сейчас так спешить. Просто для твоего здоровья так будет лучше. Кстати, да, это действительно полезно. Правда, я в последнее время вялый, орлы, это лето так влияет. Просто вроде сплю, как бы, не знаю, вроде даже когда ложусь в 11, мысли за как-то так. Ну я уснул, мол, 12-го и все равно спал до 9. И как бы это пиздец, ну просто не знаю, что-то сил у меня было встать. Прям вот хотелось еще и еще спать. А, спасибо. Ну то, наверное, пойду прям в ванну. Да, пожалуйста. Прошлым летом, наоборот, вскакивал и стоял как штык. А сейчас что-то... Не знаю, может быть реально неделю вот так поспать, как бы, и может это как-то позитивно на меня повлияет. Я даже не знаю. Может попробовать без будильника просыпаться. Стоя в тесном коридоре у кухни, я задвинул занавистку. Если бы ее не было, пришлось бы поломать голову, чтобы туда повесить. Сложив свою одежду в корзинку для белища, я вошел в свою комнату. Какой тут слабый напор. Видимо, кстати, как эта штука называется, забыла, пытаюсь вспомнить. Эм, водопровод, это, водопровод говно. Я покрутил кран. Эм, я покрутил кран, что покрутил кран. А-а-а! Слишком чувствительный к температуре контроль! Но тут нужно просто привыкнуть, и я перестану об этом умнуть. Кстати, да, это ты просто привыкаешь, и как бы оно нормально работает. Эм, я помыл волосы тем шампунем, что обычно используют нагисы. И волосы стали шелковистыми, мягкими, и все такое. Я кончил. Хорошо, тогда я захожу. Блин, ребята, а вы, а почему вдвоем, как бы, может вы это, как бы на пару сообразите? Ау? Ну, как бы, совместное времяпрепровождение, все дела. Хорошо, тогда я захожу. А, давай, ну давай. Задя по смену, Дигиса задвинула шторку. Я решил воспользоваться феном. Фен, надеюсь, это не метанфетамины он имел в виду? Я вставил его в розетку и щелкнул выключателем. Не, ну, слушай, с той наркотой, которую я только что назвал, там точно так не получится. Так что, видимо, все нормально. Позади я услышал шорох одежды. Я повернулся к занавеске, если подумать. Я никогда раньше еще не был в такой ситуации, верно? Это странно, что они живут вместе. Они ведь еще даже ни разу, ни разу у них не был, как бы, кекс, если подумать. Ну, наверное. Если подумать, ни-ка раньше не было в такой ситуации, верно? А, ну да. Под шторой я мог видеть босые ноги Нагиса, и он такой был, и сразу писюнчик так напрягся, да? И тут на них мягко упала ее юбка. То, что я возбудился лишь при виде этого, показывает, какие мы еще неопытные. Но это лишь одна из повседневных ситуаций проживания вместе. Уверен, что Нагиса была к этому готова или не готова, несмотря на всю нашу неопытность. О чем я только думаю? Я отвернулся от пожилой занавески. Хоть мы и решили стараться вместе, что же мне делать? Чтобы хоть как-то держать себя в руках в первой же идее, а то Орлик-то уже делает бий? Бум! Звук закрываемой двери. Так, пока я держался как мужик, но есть же грань того, что может выдержать челик. Я еще раз взгляну на занавеску. Так, успокойся, просто не попадись. Играем без гайда, Орлики, просто не попадись. Если меня заметят, ведь все нормально, правда? Вот, то есть не заметят. Я только на секундочку возьму нижнее белье, а потом тут же положу его на место. Постой, возьмешь нижнее белье, он будет нюхать ее трусы? Пиздец, японцы-извращенцы. Фу, осуждаю. Это ведь нормально, правда? Нет, чувак, это не нормально, это странно. Это странно нюхать чьи-то трусы, Орлы. Плюс чат, ой, у нас не стрим, но это не важно. Орлы, давайте так, в комментариях напишите, та людина, которая смотрит эту видыну. Нормик ли нюхать трусы тян, или это не нормик? Мне кажется, что... Мне кажется, что с этим что-то не так. Мне кажется, что нюхать чьи-то трусики, это не очень. Наверное. В конце концов, так и должен поступать настоящий мужик. Постой, нюхать чьи-то трусы? Это очень странно. Я пооткрался к занавеске и приподнял ее, а там на самом верху корзины лежал аккуратно сложенное белье на гизы. Жесть, как возбуждает. Хуй, стоит очень жестко. Что мне делать, если она сейчас откроет дверь? Как я объясню это? Но скажешь, что ты трусанюх. Трусанюх. Любишь нюхать трусы? Трусы. Поторопись уже и возьми его. Оно на река еще хранит тепло ее тело. И кроме тепла ее запах. Эй, я что, чертов извращенец? Хентай? Я быстро ретировался, резко задернув занавеску. Класс, 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 класс. До такого рывка полетели все крючки. Ёлки-палки. Я быстро повесел занавеску на место. Хоть я и только недавно вышел из ванной, я уже весь был покрыт испариной. Что я за идиот? Постой, а где была в этот момент нагица? Я сейчас не понял. Как она не заметила все это? Где она была? Как приятно прийти в ванную. Ну, это... Одобряю. Одобрительный момент. Что случилось? Там мой окон. А почему ты спрашиваешь? Ну, потому что ты сидишь, отвернувшись и понурившись. Да это у меня вялый просто сегодня, вялый. И у сегодня вялый у меня. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-д-да-да-да-да-да-да-да. Ничего особенного. Просто думай о всяком. Тамой, ты, ну у тебя волосы снова сырые? А, да-а-а-а. Воспалился феном первый. А, ничего страшного, они сами скоро высохнут. Так нельзя. Если я же спать со сырыми волосами, ты можешь постудиться. Господи, это такой миф. Ничего не будет, если ты ляжешься с мокрыми волосами Ничего не будет, это просто я не знаю Я хожу с мокрыми волосами всегда И на улицу, и вообще куда угодно И мне рели пих И мне тупо пих, понимаете, мне пих И меня все устраивает Так нельзя, если я спать А, это я так, это я уже усвоил Ах, мы живем вместе всего один день И мне уже хочется прыгать выше головы Если я так буду возбуждаться каждый день То скоро достигну своего предела Я лег, но сон все никак не шел И я продолжил смотреть на потолок Которому никак не мог привыкнуть Найеса тоже не могла, так сказать, заснуть Я слышал Ее мирного сонного посапывания Так, и тишина Со стороны мы, наверное, выглядели, так сказать Немножко забавно Жизнь, начавшаяся сегодня Когда-то такой же простой, как игра В дочке матери Хоть я и зашел так далеко, чтобы сделать ноги со счастливой своими силами Нас ждет еще множество тяжелых испытаний Уверен, что окружающая реальность не станет нас жалеть По сравнению с ней Мы действительно еще датыны Такие хрупкие, что того и гляди разобьемся Слушай, по-моему, это... Ну, как-то... Ты перегибаешь палку По сравнению с ней мы действительно... А, ну да Не знаю, насколько сильным должен быть челик, чтобы все это преодолеть Я просто считаю, что мы должны выкладываться на полную Быть сильными Дядя и Саная-сан наверняка думают так же Пыл молодости Мы должны делать то, что хотим Если мы на то способны Эй, ты не спишь, Наги? Спишь или не спишь? Спишь или не спишь? Не сплю, блин У меня, по-моему, раздраженный голос Не надо было так ее байтить Тем, что... Ты спишь или не спишь? Спишь или не спишь? Я хочу стать сильнее А, я тоже А, ну заебок тогда Да-да Поэтому давай как следует постараемся Давай поебемся Я хочу крепко обосноваться на новом рабочем месте Чтобы не сидеть комфортно на шее у дяди и Саная И чувствую, что перемены эти будут довольно полезные Я понимаю И ты тоже должна стараться с этого момента, Нагисыч Хорошо Если мы сможем так продержаться ход Уверен, мы станем настолько сильными Что уже ничто нас не остановит Но, как бы, любовь... Есть, по-моему, книга и фильм Любовь живет три года Вообще, так что По мнению автора Это француз, по-моему Им нужно продержаться три года А не один Это как бы низко взяли, ребят Низко взяли Ту-ту Ту-ту Музыка пошла Ту-ту Ту-ту Уверен, мы станем настолько сильными Что уже никто нас не остановит Я тоже так считаю Он слишком силен Ты клянешься? Да Тогда давай стараться вместе Слушай, а кекс будет? Идет Ой, то есть идет Я потянулся к соседью Футуну, ища руку Нагисы И, найдя, крепко сжал ее в своя Сейчас это сиська оказалась Почувствовав ее тепло И мигом уснул Ту-ту-ту Шестое мая Четверг Прошел целый месяц Работа началась в 8 утра Мне нужно было прийти в офис Где я до этого никогда не был Ля, офисный планктон Ну все, это мое Скатился до уровня Офисного клерка Вот этого Который сидит Сутулившись над ПК И такой Ладно, это я прикалываюсь Это Рофл, Орлы Когда я в одиночестве Разогревал суп-месо Доброе утро, Майкон Блин, прям с утра суп-месо Ты бы хоть яйце съел Мне, кстати, яйце с утра Достаточно полезная штука Оно дает сил При этом не нагружает сильно организм Я как-то пробовал Прямо в 7 утра Делать яйцо, жарить и есть И знаете Действительно помогает Я, по-моему, даже похудел тогда Доброе утро, Майкон Нагиса тоже проснула Орлика Прости, если я разбудил твоего орла Ничего, мне не сложно Тебе нужно собраться на работу, Майкон Просто к обеду Тогда не проявляется резкий голод А то я учитываю, что с утра не ел У меня к обеду прям жесткий голод проявляется Я просто мега голодный Просто, понимаешь, голод не тетка Голод дядька Вот этот вот У меня вот это происходит Прямо сразу, моментально Ничего, мне не сложно Тебе нужно собраться на работу, Майкон Глупо. Иди лучше срать. Сейчас слишком рано. Тебе нельзя дремать на занятиях. Постой, какие у нее там занятия, я сейчас не понял. Ничего. Я сплавлюсь. А справляться она будет в следующей серии. Орлики, бей. Орликсы, бей. Бей, бей, бей. Увидимся мы с вами скоро. Как раз вот сейчас успею захавать жвачку лафиса. Или это конфета? Больше на конфеты похоже. Но пахнет приятно. Пахнет бананчиком и еще чем-то очень вкусным. Так что Орликсы, бей. Жду вас на стриме. А, кстати, это видео, скорее всего, выйдет до стрима. Я просто не знаю. Но жду вас на любом стриме, на который вы попадете. Ребята, вы понимаете? Я всегда вам рад. Знайте это. Просто, не знаю, иногда раньше, по крайней мере, такое было. Сейчас нет. Сычай людей, которые говорят, что мне кажется, что ты не хочешь видеть меня там под своими видео или стримами. Я всех хочу видеть. Я всех люблю. Просто это было бы странно. Как не любить Орликов? Орлики это самые лучшие люди в моей жизни. Ну, не считая Лизы, конечно. В общем, Орлики, бей. Я что-то странное сделал с жвачкой. Сейчас я погружу ее в рот и видео закончится.